привет всем кто заглянул на мой канал моим подписчикам и моим друзьям всем хорошего настроения и удачи я продолжаю обзор моих покупок с блошиного рынка и то что у меня было уже в коллекции я хочу сегодня начать свой показ с такой прекрасного с такого прекрасного кулона смотрите он очень крупный четыре с половиной сантиметра это чехословакия конструкция трехъярусная посмотрите там даже на просвет то есть но вот это 1 2 и вот третий ярус очень красивый роскошный его я купила буквально вот на этой неделе кристаллы такого болотного цвета металл но слегка чуть-чуть конечно он потерт и вот так он выглядит с тылу смотрите какая прелесть сейчас может быть на подушечке будет получше извините вот кристалл поздний винтаж причем я думаю что это шестидесятые года может быть пятидесятые сохранился очень хорошо в общем он мне очень нравится решила его начать с него потому что у меня сегодня конечно будет в основном представлены кулоны так ну и чтобы разнообразить конечно не так было вам скучно хочу продолжить вот с такой брошки брошкой это очень старенькая это кость это ссср смотрите рисунок конечно немного ответе он смазан стерт но сожалению но я все равно ее взяла потому что вот но изделие из кости меня не было ну и она такая вот старенькая миниатюрная затем приобрела я еще вот такой кулон это тоже чехия покрыт он был по серебре по серебрением но вот конечно все это с годами немного стерлась напыление камень очень красивого цвета кристаллы все на месте такая двухъярусная конструкция видите он конечно поменьше чем вот этот кулон но приобретался он у одной хозяйке в один и тот же день я конечно была очень довольна своей покупкой не всегда встретишь кстати вот кулона и это этого ну я считаю что редкость встретить кулона как-то обычно броши все попадались они мне конечно очень понравились затем я приобрела такой застежку скажем на ремешок это тоже старенькая она тоже по моему это тоже чехословакия кристаллы такого но сероватого цвета практически отдали даром я даже не задумывалась приобрела ее ну конечно же хочу продолжить мой показ с камней вот приобрелись вот такие камни я еще конечно не заходила в интернет не смотрела не изучала но камни очень красивые отливают от шлифованы очень хорошо но это нужно конечно поизучать и посмотреть что это за камень смотрите если кто-то знает то пишите конечно же буду очень рада за подсказку далее у меня появились такие стеклянные бусы это чехия стекло этот горный хрусталь застежка старенькая очень красивое состояние очень хорошая то есть потертости нет абсолютно с удовольствием конечно купила хотя у меня очень много таких бус потом приобрела совершенно непонятные для меня вот чье это производство но они мне очень понравились посмотрите бусины сделаны вот как стекло вот а внутри стекла еще и вот такая какая-то конструкция кокон такой вот обвит золотой ниткой замечательно абсолютно я считаю что это труд каждую бусинку вылить то есть стекло вернее в стекло посадить вот это вот такую даже не знаю такой кокон я их приобрела и пока что еще больше не встречал таких бусин это стекло естественно вот это конечно я думаю что просто как бисер ну и перейдем к малышке это вот такой вот кулон это тоже чехия состояние как будто только что он из-под станка вышел это пекинское стекло он очень маленький но абсолютно новый даже не потемнено лежал в шкатулочке и мне его конечно подарили смотрите какая прелесть очень красиво найти радует когда люди так бережно относятся таким вещам просто иногда порой удивляешься время абсолютно не никак не затронула эти некоторые изделия вот например я вам покажу вот такая брошь это брошь помните я вам говорила предыдущем видео про мужчину пожилого возраста я с ним познакомилась и он не продал пять броши эта брошка была одна из них я сейчас ее изучаю хочу понять что это за камень он очень красиво отливает здесь шум польный замочек здесь стоит проба номер патента и клеймо мастера я еще не разбиралась но понятно что это серебро замочек шум польные вот открывается все работает конечно хорош вещь конечно я считаю что сейчас это уже большая редкость ну и еще ничего не чистила я думаю что если ее почистить она будет абсолютно абсолютно как новая потому что она сам капошончик вот нигде не ну не покорябан не потерт в общем я поработаю на дне еще ну и хочу заключение показать вам опять же горный хрусталь бусы эти очень старые очень старые то есть на родная нитка то есть они даже ответе здесь потери нет одного от этого зажимчика ну что это 30-е годы это точно а там конечно надо еще поизучать хрусталь сам очень хорошего сейчас две секундочки извините хрусталь вот такой он кремово кремовый с с белым ну вот мелковатый немножко конечно бусинки но они все играют значит по три нитки идет на бусах вот эти совершенно замечательные очень красивые ну вот на этом я хотела бы закончить сегодня свое видео и до следующего видео пока пока